В 367 году Канон Нового Завета уже сложился А что такое канон? Это, так сказать, как бы Установившиеся Одобренные тексты С которыми сравнивают другие И говорят, так сказать, они соответствуют канону Или нет канону Ну вот, тем не менее Уже после этого Появление так называемых Священных текстов все равно не иссякает То есть творчество Записи того Как люди понимают Что, собственно, проглашал Иисус Христос Началось после его смерти И поэтому оно и представляет собой Вот такого рода Литературное занятие Кроме того, возникла потребность Защищаться от нападок Противника со стороны Евреев, язычников, еретиков, гностиков Отцы церкви Это люди, которые создавали Доктрину христианства Что такое доктрина? Скажем, если мы говорим о науке Там, о философии Тут вроде как Доктрины не может быть, да? То есть такая идея Разветвленная Или система идей Которые придерживаются И от которой отступать нельзя И дело не в том Заказательство У вас есть или нет Вот если вы отступили От доктрины Вы кто? Еретичка Все с вами туда Что надо с вами делать? Так что, если кто на экзамене Отступит от доктрины Ну все Но у нас, правда Вот не такая ситуация У нас не доктрионство И в современной науке Наоборот Как современная наука Относится к догмам? Догма Это то, что принимается Без рассуждений Без доказательств Без объяснений А что такое И догматики Это люди, которые Так вот Слепо Придерживаются Какой-то позиции То есть С одной стороны Если брать науку В науке Догматизм осуждается Истребляется Изгоняется Преследуется А если взять Религию А вот здесь мы говорим О такой Таком этапе Развития философии Когда она шла В религиозной форме И поэтому Еще не освободилась От догматики И поэтому Для нее характерны Вот эти самые Черты Которые есть У религии То есть Тут наоборот Вот догма Это самое главное Если вы начнете Тут выдумывать что-нибудь Ну Теоретик Теоретиками Надо находясь На камеру Поступать Ну вот Соответственно И проблемы Теологические У нас Некоторые думают Что теология Это наука Но это конечно Не так Потому что Науке есть Какой-то предмет Изучает Какое-то бытие Или бытие Материальное Или духовное бытие А здесь Так сказать Изучает То что Предполагается Что есть Вот проблема Троисти Раздел филологии Где есть Раздел чего? Филологии Никак нельзя Так рассматривать Филология Это наука А теология Это не наука Теология Это наука О Боге А Бог Никто не доказал Что он есть Поэтому Если я Рассуждаю О Боге То с одной стороны Меня вроде Опровергнут Нельзя Потому что Нельзя сравнить С этим Богом Как вы с ним сравните Как обычно Науки поступают Берут идею И сравнивают С предметом Если отражает Понятие Предмета Значит это Истина А если не отражает Предмет Значит это не истина Истина И соответствие В науке Истина И соответствие Понятия Объекта Это в одном случае А в другом случае Если речь Что-то о преобразующей Деятельности Людей То это соответствие Предмета Уже понятия Я выработал понятие О том Какой построить дом И строю И соответственно Мне надо добиться Этого соответствия Это соответствие Это истина А если речь идет В данном случае О теологии Здесь Этой проблемы Как бы и не встает Вы должны в это поверить И все Вам сказали Что есть Бог отец Бог сын И Бог святой дух Вот и запомните Кто не запомнит Два Что В математике Нет предметов На если Ко-австракции Кто-то вам Сказал Что нет Предметов Кто-то Ну Кто вам Сказал Что нет Предметов За откуда Вы это Взяли Кто-то Какие-то Предметы Но Вот Вы Я Я Математик Вот здесь Вот здесь сидят два математика, которые закончили. Вы не математика, а математика в становлении. А мы закончили, получили диплом в статей Чебухи. Я в аспирантуру был рекомендован по математике. Математика изучает количественные соотношения и пространственные формы. А вы не знаете пример математики, а говорите, что вы математик. Это неправильно. Значит, отсюда и проблемы такие, которые... Вроде бы это проблема, но нельзя сказать, что она научная. Это проблема или обсуждение? Проблема троичности. Как может быть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух? И вот так, что можно это долго. И долго это обсуждали, так сказать, все философствовали на эту тему. Проблема инкарнации, восстановления двух начал в одном лице Иисуса. Истинный Бог и истинный человек одновременно. Вот, так сказать, в чем проблема. В чем тут проблема? Как такое может быть? Может быть, если это Бог, а не может быть, если это человек. Соотношение свободы и благодати. Тоже проблема. Можно сделать целый семинар, делать о свободе, о благодати. Вот я насчет свободы могу сказать, что это такое, а насчет благодати ничего такого четкого, определенного нет. Вот смотрите, как сейчас сидим, солнце светит. Компания собралась. Благодать. Единственное, что тут еще надо что-то изучать. Ну и там пусть говорит, ничего страшного. Если не кричит сильно, не пугает, то ничего страшного. И поспорить можно. Благодать. Хорошо. Соотношение веры и разума. Вот это тогда обсуждалось с позиции веры, а сейчас с позиции разума. Чем отличается вера от разума, а разум от веры? Это, я думаю, вы можете уже сказать. Правда? Не можете уже сказать? Возьмите на веру тогда то, что я скажу. Что значит взять на веру? Взять на веру, это значит взять без доказательств. Поверить и все. Вы верите тому, что я говорю? Ну, я анализирую. А я синтезирую. Но ваш авторитет, конечно, заставляет меня верить вашим словам. Вот видите, я синтезирую, а он анализирует. Только я соберу что-то целое. Раз, это сейчас на кусочках разума. Так же должно быть, нет? Так уже и нет того, что я синтезировал. Но если я просто приму то, что вы синтезировали, значит, я вам поверю. Нет, это вы сначала. Так вы просто не доделали. Вы взяли эту машинку, я вам дал, вы колесики оторвали, оторвали кабинку, пузо поддельно, а потом забыли обратно собрать. Если уж вы говорите, то я сначала анализирую то, что вы говорите, а потом синтезирую и смотрю. Если у меня получается это все собрать, тогда я с этим согласен. А так на слово не верю. Почему? А что такое поверить? Поверить сейчас же в чем состоит? Мошенничество, кто знает. Вы не юрист, случайно, нет? Нет, а я юрист. У меня звание ученый-профессор по кафе экономики и право. Что такое мошенничество? Это злоупотребление доверием. Вот вы слушаете меня, вот товарищ мне доверяет. А что он вот доверяет? Сейчас вот доверяет, а потом остается без денег, без квартир. Без того, без сего. То есть, вообще наука предполагает вот такую веру? Нет. Наука ничего общего с верой не имеет. Вы давайте все доказывайте. И от меня там требуется. Давайте все доказывайте. А в уголовном кодексе мошенничество так и определяется, как злоупотребление доверием. Вы бы не поверили. Я вам сказал, вы сделали, и остались без того, без силы, без пятого. Я у вас деньги забрал. И забираюсь. И очень много. Предшественник отцов церкви Филон Александрийский оперирует понятиями неведомой греческой мысли, например, творение. Бог создал материю из ничего. Это уже похоже на философию, да? Дескать, Бог создатель материи, создав ее из ничего. Значит, ничего было до материи. Если он из ничего создавал, значит, ничего было. А раз оно было, значит, оно бытие, а не ничего. А лишь потом придал ей форму. То есть сначала создал без формы, а потом бывает что-нибудь без формы. Можно оторвать форму от содержания. А современная наука не допускает диалектика. Содержание оформлено, а форма всегда содержательна. То есть философия Николая Кузанского признается сейчас абсолютно неверной? Что? Философия Николая Кузанского, связанная с теорией бесконечности, она признается сейчас неверной? Потому что она же написала о том, что форма может быть изменена. Не так. Не так. Если есть какие-то теории философские, они постепенно в той или иной степени входят в систему философии. Когда они входят в систему, они лишаются некоторых сторон, которые не подтвердились, и наоборот закрепляются в системе то, что было правоответственником новой науки. Поэтому вся система категории, например, Гегеля, она состоит в том, что человек писал, писал, писал спиноза. Вот здесь Боро, спиноза, говорил, что он не относится ни к материалистам, ни к идеалистам, а он одновременно берет, чтобы все есть и Бог. Материя и Бог – это одно и то же. В одном флаконе. И у него такое было понятие, как... этот самый спиноза... отрицание, определение. Он говорил, детерминация, эс, негация. Это было определение. Вот Гегель показал, что определение – более сложная категория. А вот определенность, и он вел эту категорию более простую, как раз и есть отрицание. То есть, например, определенность человека – это наличие мочки на ушах. Больше нет ни одного животного, у которого есть мочка на ушах. То ли женщины тянули эту мочку уже за все время существования все украшали себя. И до того оттянули, что и у мужчины уже с мочками. Некоторые даже мужчины берут и тоже начинают вешать. Раз есть на что вешать, то почему не повесить? Если вы начнете искать других животных, их нету таких. Ну, а если человек попал в аварию, у него нету этих ужных раковин. А слух есть. Что он не человек? Человек. Значит, это вот не определение человека, а только определенность. Определенность позволяет его отделить от других. А слово «определенность» внимательно на него посмотрите. В нем в составе этого слова есть предел. Определ есть некая граница. Давайте определимся, пределы поставим. Или во время судебного заседания судья выносит предварительные решения. предварительные решения. Суд определил. Сначала это рассматриваем, то рассматриваем, так делаем, так делаем. Это называется определение суда. А когда закончится судебный суд, процесс, будет не определение суда, а решение суда. Это разные вещи. Так вот, представителями патристики были Климент, Ориген, Иоанн Дамаскин, Тертулиан, которые выскали, Тертулиан выскал знаменитую верою, потому что абсурдно. Ну и сейчас это, так сказать, есть, разве этого нет? Наговорят, наговорят, наговорят. И сами же верят и вас призывают. Поэтому, ну раз тут не может быть доказательств, поэтому, чтобы это подчеркнуть, что здесь доказательств нет, что вы будете доказывать? Обсуждать, такой Бог, не такой Бог, как Он творил, никак. Это у вас все будет ваше представление, ваше понимание. А то Богово. Не надо путать ваше и Богово. И перестаньте спорить. А кто будет спорить, со ребёнком. Но нам не разрешают сжигать студентов, даже если они не то говорят, нельзя меня. Никто нам никаких канистр сюда не поставляет, не раскладывает никаких брёвен. Дети, получите, несите ведомость, дают и всё. Так, чтобы прийти к Богу, достаточно быть простодушным. Философская культура не помогает, а мешает. Вот начнёте умствовать, рассуждать, а вы должны просто поверить. Видишь он? Август Аврелий такой был. Отец церкви. 354-430 годы. Бог – это нематериальный, всемогущий, абсолют, выше которого нет ничего и никого. Бог создал мир и абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человека полностью зависят от Бога. Бог – это личность, которая создаёт мир лишь по собственной воле. Воля присуща Богу и предваряет всякое творение. Бог настолько всемогущий, что ни на один миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывные творения. Бог – это причина познания, ибо все знания даётся божественным откровениям. Вот зря вы этого готовитесь учиться. Значит, надо сидеть и ждать божественного откровения. Но если вы у телевизора будете сидеть, не дадётесь, потому что там всё время вам забивает голову. Вам надо поместить себя в такое пространство, где ничто вас не отвлекает. Вот здесь, допустим, вас закрыть на ключ и сидишь в пустое убежали. Сидишь, сидишь и где-то к часам, к седрём вдруг божественное откровение. Как отсюда выйти можно? И пользуйтесь этим откровением, вы начинаете, а вы по телефону начинаете звонить коменданту туда-сюда, президенту, президенту не снимает трубку. Начинаете думать ещё, и какое-то у вас откровение как выброса появляется. Бог не только причина, но и главный, и основной, единственный предмет познания. Вот и всё, и не надо отвлекаться на какие-то науки. Какие науки? Бога надо изучать. Вот это предмет познания. Мудрость есть у Бога. Бог это наивысшее благо и любовь. Бог причина всякого блага и всякой любви. Бог цели этой любви. Бог одарил человека душой. Каждая человеческая душа творится Богом индивидуально. Это же приятно, да, что вот ваша душа, его душа, моя душа, его душа, все индивидуально. Это не какой-нибудь там ширпотребший сразу гонит одно и то же в серию. Нет, всё, творит, как детские игрушки сейчас. Сейчас объявили, пони сейчас будем продавать. И всем пони продают. И родители все закупают пони. Потом сойдут эти пони. Помните, какие-то поросята были, причем глаза были на одной стороне. Как они там назывались, я уже забыл. Продавали. Но это сошло. Сейчас уже пони. Или единороги пойдут. Берется лошадь и вот сюда рог. Таких животных нету. Дети-то они не знают, какие есть животные. Они видят единороги. Ну и так далее. Так что это в какой-то мере есть и сейчас. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца. Ибо бессмертно. Ну, скорее всего, это плохое учение. Душа ваша бессмертна. Приятно же сознавать. А так, я сейчас вам скажу, душа ваша смертна, молодой человек. Вот он и одел черное, говорит, знаешь, душа моя смертна. Надо готовиться. Я за душу не переживаю. Да. А вот тут явно видно, что душа бессмертна, в белом все. Красиво. Красота. Так. Душа нематериальна. К ней не приложимы никакие пространственные и калечные характеристики. А то, начали физики, значит, душа, она же отлетает после смерти, как бы, по этому учению. Поэтому надо вас взвесить до смерти, после смерти. И вот по этой разности определить вес души. Потому что что было с душой, а это без души уже, да? Вот и... Ну, что-то это не пошло в науке как-то. Это не признали. Дескать, не надо это. Она не имеет никаких таких параметров, которые можно так узнать. Основные характеристики души, заложенные Богом, это разум, память и воля. Но это для студентов подходящее. Правильно? Разум. Разум никуда не помешает. Память. Обогатить свою память знанием тех богатств, которые у него в человеке. И воля. Потому что, если не будет воли к изучению наук, то и не изучишь ничего. А почему нет веры? А вы должны в это поверить, что надо... Что это... Вы в Бога поверьте. Не надо верить в какую-то ерунду. Верьте в Бога. Не разделяйте на куски. Ну, а веры же нет. А? Если у вас нет веры, значит, вас надо сжечь. Так у вас... То есть все у нас жести сжечься. Ваши сожгутся. Если попадете в среднего, как вы придумаете, как переместиться обратно в средние века, там вас и сожгутся. Но если не придумаете, так будете жить. Ничего не поделаешь. Разумеет, чтобы верить. Вот как. Разумеет, чтобы верить. Верь, чтобы разуметь. Вера основной, исходный пункт всякого познания. Познание без веры греховно. Ну, а вера в разуме противоречит? Противоречит. Без противоречия не проживешь. Вера главнее вашего разума. Если у вас не получается разум, поверьте и все. Это очень хорошие вещи. Даже мне нравится, как преподаватель. Я вам рассказываю, рассказываю, если вы еще... Я не сумел вам рассказать, надо поверить и все. Как вы в мне можете не поверить? Вы студент, а я не студент. Надо мне верить и все. Тем более здесь. Хороший преподаватель, если можно сказать на экзамен, что я преподавал и не поверил на слово. Да. Зачем вам верить? А вы и не верьте. Вы пошли, сдали, получили свою пятерку. А вовсе и в это не верите. А потом занимайтесь своими делами. Вы просто продемонстрировали, что вам выучить это ничего не стоит. Вам же сказали разум, память и веру. Вы запомнили, что надо сдать. Сдали и уйдли. Ну вот Ленин сдавал здесь экзамены на юридическом факультете. Правда, тогда были легкие условия в том смысле, что можно было пойти экстерном сдать. Сейчас попробуйте бы экстерном сдать. Скорее умереть можно, чем сдать экстерном. Можете вот здесь на историческом сдать экстерном? Я все, я 5 экстермен сдавал, помыл. Ну сразу можно пойти и сдать. И все, за все курсы. Ленин приехал, сдал за все курсы экзамены, все на отличный и уехал. И что он, то, что вот он сдавал, он прямо в это и верил, что ли? Софья, мне обязательно. Что вам надо сдать? Сейчас сдадим и пойдем. Извините, если я не ошибаюсь, он же два курса учился все-таки. А? Он два курса учился, но юридическому отчислили. Да ладно, глупый, что говорит? Ну, я не понимаю, что я не ошибаюсь. В Казанском. Он в Казанском университете учился, дорогой товарищ. Ну, выгнали за религиозную деятельность. Вас не выгнали, потому что религиозную деятельность не ведете. И он после этого мама ходатайствовал. Мама же дворянка уже была. В 16-ти лет уже один из 16 лет был, папаша получил дворянца, только выставил. И вот просили навстречу дать экстерна. Он приехал сюда, сдал экстерна и уехал. И стал помощником присяжного поверенного. Заодно создал союз дворянца освобождения рабочего класса угодил в тюрьму на год. Знаете, там вот есть лечейная и угол шпалерная. Вот там такая тюрьма около Букшева домописателей. Вот он там год просидел. Потом ссылку на три года. У вас пошли ссылку на три года. Что вы будете делать? Читать. А? Читать. Читать. А он написал книгу развития капитализма в России. А вы еще только читать. Он читал тоже. Но он написал книгу развития капитализма в России. Под псевдонимом Вэй Ильин. Имеется ввиду папа. У него папа. Илья был. Вэй Ильин. Владимир Вэй Ильинич. Он написал книгу. Вот и вы можете там сейчас тут набедокурить и что-нибудь мы вас в тюрьму засадим и вы там подготовите материалы. А ссылку сейчас не ссылают. Ну придется вам где-то я не знаю. Лагерь могут отправить на свежий воздух. И пишите себе пожалуйста. Еще вопрос по поводу разума и веры. Средневековья когда переделал голоса для Аристотеля можно сказать что у не было разума? Можно. Почему? Потому что ум и разум вы отличаете. Ум и разум вы отличаете. Представка. Потому что разум более высокое понятие чем просто ум. Умные люди они оперируют формами логики. Ну а разум вообще-то выше вообще. Разум отличает идеологическую логику. А у рассказывают еще как соотносится глупость хитрость и ум. Как? Внизу стоит глупость потом идет хитрость и потом уже ум. Посмотрите на эту схему. Значит можно сказать что хитрость это низшая степень ума. Правильно? Раз она посредине стоит. А можно по-другому если снизу смотреть это высшая степень глупости. А он сказает что не столько хитро что он сказал как-то вы так сказали не членораздельно я не усвоил как-то надо четко ясность расстановки задавайте вопрос гегель гегель настолько хитрый что он спрятал хитрость посредине чтобы никто не заброс что хитрость гегель не хитрый а разумный потому что он это все включил в единую систему а разум включает в себя и то и другое и третье поэтому он не спрятал его включил в систему зачем прятать он же раскрывает вам вся эта система гегеля раскрытие предполагает развертывание категории вы там встретите и хитрость и глупость там встретите все что встретите то что там есть так ну вот как раз вы уже поставили вопрос о схоластике а термин схоластика подразумевает не столько философскую доктрину сколько философию и теологию преподаваемую в средневековых школах почему схоластика ну сказать вот то что в школах преподавали это преподавалось без особенного доказательства а вы должны запомнить если схоластик вообще меня ничего не спрашивайте записывайте и повторяйте и все а вы тут начинаете спорить вопросы задавать какие-то могут вопросы вот это откровение вырасти надо изучать Фома Аквинский писал что разум и философия суть преамбула веры преамбула пока если у вас разума нету и философии нету даже не поймете этой веры но это преамбула это все ниже надо поверить то есть там где у вас дырки в философии получается и разум вас не может что-то охватить надо там поверить а разум как бы он был не был развит он не все познал вы все познали не все еще ну вот все остальное верить во всем приходится верить Вы вмерили когда-нибудь, сколько до Луны километров? Не вмерили. Значит, верите астрономам. От веры никуда не денетесь. Ну, там порой где-то у нас не уравнение. А? Там порой где-то у нас не уравнение. Ну, вы-то сами эти уравнения не решали. Я считал, на что ответ? Ну, не решили. Нет. Значит, решали. Как это? По парту. Если решили, приносите в следующий раз. Я посмотрю. А если не решили? Одна световая секунда. А? Одна световая секунда. Не понял. Одна световая секунда. Ну, и что? Одна световая секунда. Откуда вы знаете, какая скорость света? Вы вмерили? Нет. Опять верите. У вас что на вере? Ничего сами не знаете, все верите. Физикам верить. Они тебя обманывают. Химики обманывают. Говорят, все состоит из молекул. Врачи обманывают. А? Врачи обманывают. Да. А еще физики говорят, что она делится. Ну, вот. А мы, преподаватели, у вас, студентов обманываем. А вы на экзамене хотите нас обмануть, выдать свое незнание, это знание. И это кругом одно. Но верить приходится. Ньютон говорил, что гипотез не изобретает. То есть, причины не ищут, просто дают вам знания. И вы должны им не верить. Ну, Ньютон, между прочим, один из создателей физики, да? Да, да. Система, поэтому он вам сказал, что не изобретает. На самом деле он создал систему. Поэтому это не верно. Он, конечно, не изобретатель, но создали целые научные системы. Поэтому не просто. Это не гипотеза. То, что сначала было гипотезой, потом было подтвердено и стало установлено научным фактом. Потому что гипотеза может быть развернута. Если вот развернутая гипотеза подтверждается потом на практике, значит, это уже не гипотеза. Это уже истинная наука. Так. В чем разница между философией и теологией? С точки зрения Фомы Аквинского. Они в том, что одна занята одним, другая другим. Обе говорят о Боге. Человеке и мире. Но первое дает знание несовершенное. То есть, философия несовершенная. А теология же в состоянии дать ответы на все вопросы и ведет к вечному спасению. Чего сюда пришли? У нас же есть христианский гуманитарный университет. Пошли бы туда. Это дорога к вечному спасению. А вас никто не спасет. Ну, только если скорую вызовут, могут спасти. И в реанимации могут даже воскресить, в случае чего. А так вот. Но это не вечное спасение, потому что после этого все равно раз воскресили человека, два воскресили. Ну, никто же не вечер. А надо было идти в христианскую гуманитарную академию. Так же изучали все. Ну, в соответствии с заветами Фомы Аквинского. В сумме против язычников, Фома Аквинский пишет, есть истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. Например, Бог един, но в трех лицах. А почему превосходит? Как бы вы не пытались это опровергнуть? Никак не опровергнуть. Как вы опровергните, что Бог един в трех лицах? Попробуйте. Вот даже вам, уже даже и сама идея опровержения уже сразу вас останавливает. Уже Бог остановил, что вы не вздумали опровергать. А зачем? Это у церкви тоже превосходил. А? Это у церкви тоже превосходил. Пожалуйста. Я не против. То есть вы условили, что Бог един, но в трех лицах. Хорошо. Другие истины вполне доступны разуму. Например, что Бог существует. Это ваш разум может понять. А вот вы говорите про Бога. Как соотнести христианского Бога с исламским? Они же не верят, что есть три ипостаси. Ну, если у вас христианский Бог, никак его не надо. Ни с кем что значит есть, только христианский Бог. А если это исламский Бог, то уже не надо ни с кем что относить есть, только исламский Бог. Поэтому, если мы встретились на дороге, вы вооруженную, я вооруженную. Вы говорите, что у вас Бог исламский, а я говорю, что христианский. Кто-то должен остаться Бог один. В том числе и из нас двоих кто-то один останется. Поэтому религиозные войны на эту тему. И вот если я скажу, что я атеист, то никого не волнуй. Но если у меня один бог, у вас другой, то кому-то из нас не жить. Так? Вот. Поэтому пока атеизм процветал, народы между собой не дрались. А кто-то, значит, к атеизму стал уходить, тоже уже непонятно. Вот стоят наши вожди со свечками. Ну, во-первых, непонятно, как они вдруг стали веровать, а до этого не верили. Они то такие, подсвечники. А почему вы пошли в этот храм? Теперь идите в синагогу, там другой бог. У нас же много богов. А теперь пойдите туда. У нас ислам. Ну, давайте пророку Мухаммеду надо дань отдать. А почему? Буддийцы все плохо. Буддийцы, что, хуже, что ли? Не хуже. И тогда-то вы будете бегать. Поэтому это тяжелое дело. Вот если станешь президентом, то только и будешь бегать по этим. А если бы вы сказали, что у нас отделение церкви от государства, бегать не надо. Пусть они сами между собой разбираются. Наше дело канализация, промышленность и так далее. Слушай. Есть такой, кто заходит, как ты станешь христианин, где ты из барышей, там она сказала, что ты растаешь в фейнбурге. Понятно. Ну, вот подобные тому, что Бог единый, еще есть истина. Единство формы и материи, например, сразу же прибавляется к этому. И при этом каждая вещь обладает некой сущностью. Это же правильно. Так что в рамках вот этой уже концепции и этих всех рассуждений уже проявляется то, что потом закрепилось в философии. Сущность каждой вещи проявляется благодаря тому, что есть некая сущность всех сущностей. Форма всех форм. Аристотель называл эту высшую сущность умом. А в христианстве это Бог. Фома Аквинский использовал аристотелевую логику в разработке доказательства бытия Бога. Так в сумме теологии он приводит доказательства существования Бога. Такие от движения, от производящей причины, от категории необходимой всей случайности, от степеней совершенства, от целесообразности. Я думаю, Бог бы, наверное, обиделся, что кто-то еще доказывает его существование. Это как бы сомневается в том, что он есть, правда? Вы взяли так вот, я есть, а вы начнете доказывать, что я есть. Как-то это даже не очень здорово. То есть все-таки понимание Бога, оно как-то не вполне совместимо с тем, что кто-то еще будет доказывать. Это какое-то наступление на веру. Вы должны же поверить, правда? Это же как отбокарится, а не на логику. Да, надо поверить. Вот такой был спор о природе универсале. Проблема, рассматриваемая уже в античной философии, а соотношение единичного и общего приобретает новое звучание спор о природе универсале. И сложилось две позиции – реализм и номинализм. Первые считали, что подлинной реальностью обладает общая, а другие – что единичная. Вот вы на какой стороне? Что является подлинной реальностью – общей или единичной? – Структура единичная. – А? – Единичная структура модового. – Единичная вам больше нравится? – Нет, я говорю, структура единичная. Структура модового и единичная. – Но вы сразу третья какую-то мысль. – Да, третья. – Третью мысль выяснили. Я вам дал первую, вторую, вы их отбросили и взяли. Структуру еще сюда поставили. Я спрашиваю, будете пить чай, кофе, а вы раз – и бутылку молока доставили, и ставите молоко. Ну, это сильный ход, согласен. – Браво, ясно. – Ну, вот, так сказать, некоторую картинку мы с вами посмотрели, как выглядит философия. Видно, что есть вот такие провозвестники научных достижений будущих философских. И в то же время господство веры здесь, в общем, абсолютное в этот период. То есть выше веры ничего нет. А у нас сейчас наоборот. Ну, кто вам поверит? Особенно студентам. Ну, кто студент? Студенты – это как бы вы на экзамене приходите, вы такие несчастные, все вас спрашивают, вас оценивают. Когда вы сдадите все экзамены, мне очень понравилось, когда я сдал последний экзамен кандидатского минимума, теперь никто никуда, я не буду приходить, как вроде бы я, бедные несчастные крестьянина, там все сидят такие умные, и они сейчас определят, кто ты такой. А вы и так знаете, кто вы такая, правильно? Что вам это? Зачем вам эти экзаменаторы? Как бы от этого освободиться? Но, к сожалению, от этого никакого другого способа освободиться. Летко выучить эти предметы, сдать их, и тогда уже будет свободен человек. освободиться от гнета этого непосильного тех экзаменаторов. Приступаем к философии эпохи Возрождения. Философия эпохи Возрождения. В конце 13-го, начале 14-го века, видите, где мы уже находимся? Че, кто говорит, что мы медленно идем, ошибается, мы хорошо идем. В Западной Европе начинается процесс, изменивший жизнь человека во всех сферах. Философии, литературе, науке, политике. Ну, что это за процесс? Ну, как вы понимаете, пока люди обсуждали вопросы о Боге, о доказательстве бытия Божьего, о разуме, о вере, что происходило непрестанно, постоянно и неостановимо? Что происходило? Гуманизация. А? Гуманизация. Гуманизация. Не гуманизация, а развитие производительных сил. Средства. Средства производства совершенствовались. И люди совершенствовались. Это можно назвать гуманизацией. Хотя непонятно, как гуманизировать студентов. Я не очень понимаю. Значит, если я ставлю задачу вас гуманизировать, значит, вообще вы не человек. Это прежде, чем я вас начну гуманизировать, я должен отбить, что вообще вы не человек, а я человек. Но надо вас как-то гуманизировать. Пока вас, так сказать, на экзамен не поставишь, вы вас не гуманизируют. Когда вы второй, третий раз произойдете. Можно говорить гранатации, нерезь человек, сверху, нерезь человек, на студенте, сверху, как пожелать. Нет, так не бывает. Это сейчас. Вот здесь такая модная, модное такое течение социализации человека. А что, бывает, человек вне общества, что ли, рождается? Как? Ну, что, есть такой? Ну, вот, во-первых, рождается в роддомах. Они что, это какие-то общественные учреждения или это какие-то индивидуальные учреждения, у каждого свой роддом? Что-то я не встретил еще ни одной женщины, которая бы сказала, что я буду рожать в своем роддоме. Создам роддом и буду там рожать. То есть, изначально. А даже если не было роддомов, то были повивальные бабки, которые приходили и помогали принимать роды и так далее. Как может, человек рождается в обществе, а его, говорят, социализация. А что, он выпал из общества? То есть, ребенок родился, его потеряли родители. И куда-то он попал к волкам. Бывает такое? Бывает. И вот там он прожил. Вот если он пять лет там уже прожил, его он уже никогда не социализируется. Человеком просто не будет. То есть, а если он в человеческом обществе родился и живет, ну, как ему? в матче его песни поет. С ним разговаривает. А с ним как разговаривает? Ну, как вот преподаватель со студентом. Ну, как бы считается, что вы не понимаете, а я понимаю. Мы с вами разговариваем, разговариваем, разговариваем. Потом вы понимаете, а я уже не понимаю. Ну так, ну разговаривать-то надо. А как человек переходит от незнания к знанию? Как ребенок переходит от неумения к умению? Он все время делает то, что не умеет. И студенты, они все время делают то, что не умеют. За это их клюют. Вы это не знаете, и того не знаете, и того не умеете, и это не умеете. А когда они заканчивают быть студентами, они теряют такую способность. И уже они делают только то, что умеют. Тот делает то, что умеет и ограниченный человек. Он не развивается. Поэтому требование, скажем, к ученым какое? Вы новое дайте. А если вы будете повторять то, что вы раньше написали, это вы никакой не ученый, а проходимец. То есть позиция вот эта студенческая, делать то, что я не умею, она на самом деле не чисто студенческая. Это позиция исследователей, человека, который развивается. Человек, который хочет развиваться, постоянно выходит за свой предел, за свою границу. Вы будете выходить за свой предел? Или вы ограничены хотите остаться ограниченным человеком? Не будете. А вы тоже будете? Или вы уже вышли? Я уже вышел. Уже вышли, и больше вам никуда выходить не надо. То есть вы ограничены одним выходом всего. Да. Если вспомнить Платоновское устройство государства, он нам же вводил со слове воинов, ну грубо скажем, воинов и философов. И я так понимаю сейчас, что философы, они отличались от воинов и имели право управлять государством лишь потому, что могли постоянно развиваться и делать то, что они не умеют. А если посмотреть на сегодняшнее наше государство, по сути, у нашей власти юристы, они ограничены своей наукой и делают постоянно только то, что умеют. И ничего нового. Поэтому мы стоим у нас в таких позициях. Вы правы. Так оно и есть. У нас там не только юристы, у нас есть экономист Владимир Владимирович. Он кандидат экономических наук. А председатель Совета Министров, он юрист действительно. А Жириновский? По философии кандидат нет? А? Жириновский. Не знаю. Вот Медведев с нашего юрфака. Доцент юрфака. Так что вот это да. Так оно и есть. И вот они это повторяют, как заученные. А те, которые, так сказать, в свое время изучали экономику такую, что рынок все решит, они думают, что он все решит. Он уже порешил наше предприятие. И половина осталась предприятия. Потому что если это рынок, то естественно, значит, кто-то кого-то должен съесть. И в итоге прийти к монопольной экономике. К монопольной экономике пришли, несмотря на все заверения, что у нас будет мелкий бизнес, его будем поддерживать. Поэтому все время там представители государства бегали с болгаркой и пилили все время ларьки. Это форма поддержки мелкого бизнеса. Такая... А? А? А во всем мире мелкий бизнес уже, он на службе находится крупных монополий. Если есть монополии, какие-то части надо сделать, им даются заказы. А заказы надежные, финансирование есть. То есть вместо того, чтобы думать, как этот мелкий бизнес приспособить для обслуживания государственных предприятий, думать, что этот мелкий бизнес сделает современный корабль или самолет в лэпке, или в сарае, или в гараже. Но, по сути, в России тогда не разве это разделение труда? А почему это не разве это? Разве это? Почему это не разве это? Вот вы сейчас ничего не делаете, а кушаете. Как же не разве это? Одни готовят вам еду, а вы сейчас придете в буфет и будете есть то, что вы не производили. Это очень разве это разделение труда. И я тем же зовусь. И вы при этом закусываете и говорите, у нас не разве это разделение труда. Здорово у вас получается. А вот те люди, которые вам эти продукты поставили, они считают, что оно разве это разделение труда. Они не столько произвели, а им осталось вот столько. Рабочие у нас в России получают примерно один час из восьми труда на себя. Остальные труда на капиталиста, а дальше капиталист уже дает интеллигентам, которые обслуживают производство. Другое – тем, кто развивает культуру и прочее. У нас же капиталист не совсем тот капиталист, который, например, в Америке. В чем где? Ну, капиталист в России, капиталист в Америке – это же два разных человека нет. Вы спросили, так вы так про чем можете сказать? Вы этим ничего не сказали. Вы найдите здесь среди нас два одинаковых человека. Нашли? Нет. Я говорю, а, этика. А? Этика ведения бизнеса. Да нет никакой этики ведения. Этика ведения бизнеса такая. Если я крупнее вас, я вас съем. А если вы крупнее меня, вы меня съем. Вот и вся этика. Какая этика? А пути до Бога? Если у нас конкуренция, я должен удушить свою конкуренцию. Сейчас подойду и вас удушу, если я сильнее. А если вы сильнее, я не подойду к вам. Зачем я буду? Я буду убегать. Может, я спортсмен убегу от вас. Может, вы меня не догоните. Ну, какая может быть этика? О чем вы говорите? Во всем мире, так сказать, и крупные страны пытаются удушить мелкие. Какая была этика ведения бизнеса, когда американцы пришли в Ирак. Закон на избранного президента повесили. Значит, семью расстреляли. И внуков, в том числе, застрелили заодно. А зачем внуков? Не думаю. И не стало. Шведского государства. И стало мусульманское. А как Россия в Орказию пришла? А? Россия в Орказию пришла. Россия пришла защищать, защищать государство светское. Светское. По просьбе, по просьбе сирийского государства. Больше никого сирийцы не просили. Американцев не просили заходить. И турок не просили. Иран не просили. Они просили прийти российские товарищи. И российские пришли. И все. Поэтому большая разница. Большая разница. Меня вот сюда просили прийти. Заказ. Я сюда не сам пришел. А вас уже обязали прийти. Попробуйте не прийти. Так. Так что процесс, который начинается, это процесс бурного развития производительных сил. В эпоху Возрождения. И с этим связано развитие наук и искусств. И собственно говоря, наука и начинает выбиваться из-под где-то церкви. Вот чем характеризуется философия эпохи Возрождения. Сам термин Возрождения появился в 19 веке. Смысл этого понятия происходит возрождение античной культуры. А античная культура не так уж была повернута на Бога, да? Тем более там многобожие было. То есть там просветала культура. Возрождается новая культура самих западноевропейских народов. И основные черты этой эпохи. Первое. Секуляризация. То есть освобождение от церковных институтов. Всех сфер общественной жизни. То есть никто эту религию, так сказать, никуда не убирает. Но вот гнет религии. Когда, так сказать, религия давлеет над всем, над искусством, над наукой. Это вот от этого культура и искусство освобождаются. Второе. Ориентация на искусство. Расцвет искусства. Снова. Третье. Философское мышление антропоцентричное. Что такое антропоцентричное? Почему? Человек в центре, а не кто-нибудь другой. Человека изучает. Четвертое. Идея всестороннего развития человека. И физически и духовно. Вот если вы возьмете, скажем, программу большевиков, принятую на втором съезде РСДРП. Там дискуссия была между Плехановым и Лениным. Плеханов подготовил первый вариант. Такой, что производство при социализме будет развиваться, удовлетворение нужд общества. А Ленин пишет. Нет. Такое еще. И трески могут дать. Надо написать. Для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Это что Ленин придумал? А вот уже в этот период, в эпоху Возрождения, появилась идея всестороннего развитого человека. То есть не то, что я развит. И не вот вы только развиваете. А вот все должны быть развиты. Вот эта идея великая. И эта великая идея еще не осуществлена. То есть идея вот этой эпохи Возрождения. Ну, человек имеет в виду не только один человек, дескать, один я. Или как сегодня считают, а всесторонне развивается. А второму еще надо. Вот человека хотели, чтобы человек всесторонне развивался. Он развивается. А вы-то имели в виду, что человек каждый. Общий. Но насчет каждого человека, конечно, такое сказать про современное общество. Никак нельзя. Условия для развития разные. И целей такой нет. Какова цель современного общества? Вот вы сейчас говорили там про этику. Какая у нас этика? Цель какая у меня? Если я современный, буржатный человек. Ну, предприниматель. А какая у меня цель? Обогатиться. А? Обогатиться. Ну и все. Меня интересует ваше развитие. В той мере, в какой ваше развитие будет помогать моему обогащению. Никакому праву, моему обогащению. Меня больше ничего не интересует. Ну да, предприниматель. Да. Как это наши, так сказать, лучшие люди сейчас? Они же сейчас при власти господствуют? Олигархи. А? Олигархи. Олигархи нет. Это самые крупные. Почему? У нас не олигархи господствуют. У нас господствует класс капиталистов. Класс капиталистов не олигархи. А про олигархов говорят люди, которым завидно. Это маленькие капиталисты или идеологи маленьких капиталистов. Мы тоже хотим быть олигархами. Как бы этих олигархов убрать? Нас бы поставить. Вот в чем идея. Сейчас во время выборов-то ее и пропагандируют. Вы хотите сказать, что Путин и Легев, они не олигархи? А вы что считаете, что они олигархи? Они же чиновники государственные. Какие они олигархи? Но это официально. А по сути, власть вообще не олигархи? Не официально, это по понятию олигархов. Олигархи – это очень крупные капиталисты. Есть такое понятие, вполне научное. Финансовый капитал и финансовые олигархи – это наиболее крупные капиталисты. Особенно в сфере сращивания финансового капитала и банковского капитала. С промышленными. Это олигархи. Ну, а тут говорят, мы сейчас придем и проведем антиолигархическую революцию. То есть капитализм останется. Капиталисты останутся только на место тех олигархов, которые сидели и придут. Вот вы сейчас на последних местах сидите, а вы сделаете антиолигархическую революцию. Видите, тут четыре олигарха сидят впереди. А вы раз, и на это место сейчас пойдете – и двое, и сядете. Это будет антиолигархическая революция. Олигархи останутся, но другие. И вот сейчас именно выборную кампанию, это сейчас и главная тема. Очень недовольны. Некоторые думали, что они сейчас рванут. Но все побежали, как говорится, все те, которые стали предпринимательными, расхватывать общенародное состояние. Но не всем досталось. Один-то снова получил, другой поменьше. А им завидно. А они хотят получить больше. И вот хотят сделать ангелегартическую революцию. Это революция или нет? Нет. Потому что революция – это смена класса у власти с реакцией, она прогрессивная. А это то же самое. Это в пределах одного класса они будут менять. А нас это не затронет совсем. У вас сколько стипендия? 2400 миллионов рублей в месяц. Обалдеть. А что это вам так много дали олигархи? И у вас тоже 2400? Что? Да? Что, а что? Стипендии. Медостипендии. А что ему так много дали? Он олигарх. Больше всех. Больше всех. Ну да. Ну все ведь. Надо сделать ангелегархическую революцию. Дать вам 1480, а им дать 2400. Ну и как вы думаете, после этой ангелегархической революции повысится вам стипендие? Нет. Потому что они думают не о том, как повысить стипендию студенту, а как по себе нажить какие-то богатства. Так, ну вот. Гуманизм. Ну и чем гуманизм отличается от идеи всесторонне развитого человека? И физически, и духовно. Трудно. Как-то, да? Гуманизм. Что вы добавите к этому? Гуманизм. Что надо думать о людях. А о ком еще можно думать? Бог. А? О боге. О боге. Ну да. О боге согласен. Да. Согласен. Да. Логично. Так. И пантеизм. Что такое пантеизм? Знаете, здесь? Да. Бог и природа. Это одно. Вот это характерно для философии как раз спинозы. Что вот. Как бы. Все это бог. Оно же и материя. И материя, и природа это одно. Вам нравится материя? Вы за материю. Вам нравится бог? Вы за бог. Но это все равно одно и то же. Нет его отдельного бога. Он во всем. Ну и тогда и спор вроде заканчивается. Изучайте бога, а то изучайте материю. Изучайте природу. И чем глубже вы будете изучать природу, тем глубже вы поймете бога. И следовательно открывается. Если раньше вам говорили, что это свою науку забудьте. Вот надо чем абсурднее, тем лучше вериться. А теперь вы изучайте. Все науки могут изучать все. Путь для наук открыт. И тем самым вы их бога познаете. Ну а когда вы будете изучать. Вот я все время подготовил Сачо. теорию свободы духа Эйера и Анагда. Он говорил о том, что мы вот как ученые и свободные. И бог нам не мешает. Бог хочет, чтобы мы сами задумывались и сами исследовали и так далее. Вот это свобода Божьей. Ну, раз вы что-то добыли такое в науке, так это, наверное, с Божьей помощью. Правильно? Ну и все. Это не забудьте сказать. Я вот с Божьей помощью сделал такое-то научное открытие. А если не Божье провидение, наверное, ничего у меня не получилось. Я думаю, ну как вот мне такое удалось сделать? Ну как мне вам объяснить? Да буду заказывать, что я такой умный. Вы не поверите. Ну тогда я сейчас скажу с Божьей помощью. Вы легче согласитесь с моим открытием. А то сейчас вы противодействовали. А сейчас вы еще против Бога пойдете. То есть мне как бы ему предать своему открытию божественную окраску и неплохо. Я-то открывал без Бога. Ну с Божьей помощью. А вы хорошее дело делаете, вам Бог будет помогать. А если вы плохое делаете, это вас дьявол на это наставил. Вы что-то так вредите, да, кто-то власть еще. А? Обычно так говорили, когда шли против властью. Ну да, я чувствую, что вы хотите пойти против властью. И неверующие. Неверующие? Все так говорят, особенно, которые законсфирированы, что они неверующие. А потом выясняется, что они вообще чиновники религиозные. Основные представители вот этой эпохи крупные. Это Николай Кузанский, Лоренцо Вала, Мишель Монтейн, Шардана Бруно, Пикаделло, Мирандолло и другие. Вот теперь основные идеи философии нового времени. Это уже за эпохой Возрождения идет новое время. Вроде бы новое время все время идет. Но так получилось, что вот целый период после эпохи Возрождения назвали новым временем. В Средневековье усомнилось, что все истины можно просто считывать со священного Писания. Возрождение поставило задачу выяснить, что является главным в человеческом познании ощущение или разум. Интуиция или рассуждение. Поэтому одна из главных задач философии нового времени – проблема метода научного познания. Вот я думаю, если я вас спрошу, что такое метод, вы там сходу и не ответите. Да, да. А просто метод что такое? Кто ответит? Обычно как отвечают? Метод – это способ. А способ что такое? Это метод. Круглым пунктом. Вот у Гегеля, который создал научную систему, метод называется осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, изучаемого предмета. Такое сложное определение. Метод осознания формы внутреннего самодвижения, содержания, изучаемого предмета. То есть для того, чтобы вот это определение познать и понять, повторю еще раз, метод осознания формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Вы что берете? Вы берете какой-то предмет, да? Этот предмет вы берете как мертвый или как находящийся в движении. Вы его берете как предмет, который вытолкнули или который находится в состоянии самодвижения. Состояние самодвижения, вы же его, так сказать, наоборот должны свое влияние не оказывать на этот предмет, вы же его изучаете. А что источником самодвижения является? Противоречия, правда? Так что вы должны сделать? Вы должны вскрыть внутренние противоречия, содержащиеся в этом предмете. И тогда у вас, вы увидите там вот это самодвижение. Надо осознать форму этого самодвижения. Вот осознание формы этого самодвижения и есть метод. Осознание формы внутреннего самодвижения и содержания. Не выдумывать содержание, не приписывать содержание, а осознавать форму самодвижения и содержания изучаемого предмета. Вот такое сложное определение метода, которое действительно является универсальным. Ну тогда еще до этого было далеко. То есть а вот до проблемы метода недалеко. Проблема метода. То есть не знали что такое метод. Какой же метод надо взять? Чем отличается проблема от задачи? Кто-нибудь знает, что такое проблема? У вас есть или у вас нет проблем? А проблема, она для себя имеет точное решение. а задача в принципе нет задач, которая не имеет решения, то сколько угодно так скажите, что такое проблема, и тогда я вам отвечу так вы мне поставили еще одну загадку проблема, то что такое? есть задача, есть проблема, что такое проблема? ну что такое задача, вы знаете, а что такое проблема? бы задeller вопросы, видание малого такого вопроса а задача уже четко сформулированная, ia решитringесь задача четко сформулированная, а проблемы не четко сформулированные вот проблема полета, нечетко сформулирована что-то, очень четко везите и летите на У den чё тут нечетко? а какая тут проблема? а? подумайте, какая тут проблема были ли они в послед centro если нет проблем, завтра отлетайте послезавтра вам расскажете на следующей неделе, не надо торопиться на следующей неделе у нас как раз занятие расскажете, как вы слетали на Луну не видели там в уральских пельменях один взял два огнетушителя повернул их, когда нажмешь и хотел взлететь а потом говорит не, не получилось почему не получилось у него взлететь на Луну да, я, говорит, растягай, съел лишний вес и так и не взлетел что такое проблема? а иначе мы не понимаем, что значит у них была проблема метода в чем проблема? проблема это я вам могу сказать можно сказать, подарить проблема это трудно разрешимая задача тоже задача но трудно разрешимая легко разрешимая задача вы ее проблемой не назовете у меня проблема я, говорит должен в буфет идти это проблема, что ли? а вот если у вас денег нет а вы идете в буфет тоже не проблема идти и посмотреть, что другие едят это тоже не проблема а вы к проблемам покушаете если у вас нет денег это уже проблема какую интересную у него нет денег как он мой сейчас покушен у некоторых таких представителей правящего класса у них таких проблем нет а студенты-то одно разорение на них тратят, тратят государство и нечестно, что будет они все тратят, тратят потом решили такие товарищи, как Медведев подумали и решили а зачем это вот пять лет учат вот нас учили пять лет потому что мы глупые а вы умнее вас только четыре года и вам сказали, что вы умнее и заодно сэкономили один год при этом оказалось 20% преподавателей лишнее правильно? ну если бы было пять лет обучения четыре-четыре подумайте сами зачем? курсов стало меньше нагрузки стало меньше и преподавателей надо взять уволить но преподаватель народ такой он же будет шумеет не будет кричать поэтому так просто увольнять не надо надо просто соединять вузы есть вузы, к которым присоединяются есть вузы, к которым присоединяют те, которых присоединяют их разгоняют а те, к которым присоединяют там, значит, получились три кафедры одинаковые зачем в одном вузе три одинаковых кафедры? подумайте сами раз, раз оставили и нет проблем и наше доблесть на министерство науки высшего образования недавно отчитался, в великом достижении половина вузов России за три года закрыта. Половина! Это вам не эпоха возрождения. Это вы вот читаете, там дураки были, сейчас умные пришли. Им закрыть ничего не стоит. Всяли в Академию наук, отняли все институты и передали в ФАНО. Красивое такое название, ФАНО. Видите ли, ФАНОВАЯ ТРУБА? ФАНО это Федеральное агентство научных организаций. Все эти переучредителями всех академических бывших институтов стало ФАНО. А вы, если вы академик, гуляйте, собирайтесь. Клуб у вас будет, разговаривайте. Вот новый президент Академии наук пытается пробить некоторые законодательные функции, которые вы все-таки обязывали финансировать научные институты и давать определенные задачи, ставить перед академией, чтобы она не была просто клубом ученым. Так. В общем, в средневековое время усомнились граждане, что все истины, можно отсчитывать со священного писания. И возрождение поставило задачу выяснить, что является главным в человеческом познании ощущения или разума. интуиция или рассуждение. Ну, и как вы думаете, что является главным ощущением или разумом в человеческом познании? Ощущение, конечно. А? Интуиция. Вот у нас сейчас ощущение с вами какое? Мы сейчас в покое находимся или нет? Ну... Или в движении? В движении. Ощущение у вас такое? Да. А что, откуда у вас такое ощущение, что вы? Какая птица. А? Какая птица. Какое у вас движение? Вы сегодня вот только руку поставили и находитесь в покое. Вот сейчас уже не в покое. Солнце движется, я считаю. Солнце движется, а мы-то не движемся. Мы сидим в себе и сидим. Ну, хорошо сидим, а вы рассказываете, что мы движение. Правда. Я нахожусь в движении. Это уже не ощущение. Мы с вами знаем, что земля вращается. Да? С такой скоростью, что как раз за сутки она делает один оборот. Так-то мы с вами сидим на карусели. Я вас поздравляю. Хоть и там последний, но вы тоже на карусели. Видели на карусели? Можно на лошадку сесть, можно на то, можно на все. А можно сесть просто в студенческой аудитории сесть в 96-й и все равно вы на карусели. Это вы крутитесь, так? А вы говорите, солнце движется. Не солнце движется, молодой человек. Это у вас ощущение такое. Мы вокруг солнца движемся. Мы вокруг солнца. Вот я и чувствую, что вы руководствуете не разумом, а ощущением. А если разумом руководствуете солнце, солнце-то, оно, конечно, движется. Но мы двигаемся вокруг солнца. Причем мы двигаемся к тому времени, когда мы будем ближе к солнцу. И вот наклон будет оси земли как раз в сторону солнца. И в северном полушарии, а не в южном, и не на всей земле, и в северном полушарии наступит весна. И сейчас уже, видите, солнце больше. Так вот, мы двигаемся с вами вокруг солнца. Солнышко в галактике. Солнышко в галактике. и в северном полушарии, и в северном полушарии, которые говорили еще в 16-м веке, что не может быть покоя, постоянное движение. Потому что в каждом... Какая призывается? Вообще покоя нет? Нет? Это выдумка? Да, да, да. Какой покой? Какой покой? Покой чисто относительный. Вы по отношению ко мне успокоитесь, и все. Или рука по отношению к вашей туловищу покоится. А покоя нет как такового. Ну, во мне заложено потенциальное движение. Покой нам только смится. Что, вы не слышали такое? Снится вам покой. Что, сниться вам, что вы в покое. Что вы в покое. А кровеносная сессия у вас функционирует, нет? Ну, какой может быть покой, когда у вас идет все время венозное... Сердце бьется, нет? У вас покой будет, когда будете покойником. Но покойники же тоже не покоятся, раз земля движется. Покойники не покоятся. У них другое движение. У них движение будет разложение трупа. Это совсем другое дело. А у вас уже неутверждающее движение. Румянец на лице. Откуда у вас румянец? Кровь приливают к щекам. Это же хорошо. Все в движении. Так что вот, ну, мы ушли от проблемы метода научного познания. Проблемы метода поставили в то время, а и не решили. Потому что то, что я вам произнес, это Гегель-определение. И лучшее определение не было. И до него такого определения не было. Никто и не решил для него эту проблему. Метод, метод. А что такое? Может, один инструмент, средства. Ну, это все синонимы. А что это такое? Так толком не могли сказать. В 17-й век принес идею свободы личности. Ее прав, чувство, достоинство. Вот вам дали стипендию 1500 рублей. И вот в пределах этой стипендии пожалуйста, и свободу у вас, что хотите, то и покупайте. Ни в чем себе не отказывайте. Главное, ни в чем себе не отказывайте. Вот. Дальше, значит, вот свобода личности такая провозглашена, но вот прав. Какие права у вас? Все права есть. Пожалуйста, каждый, у вас есть право есть над золотом в людь? Вот. Чернышевский говорил про права человека. Каждый может есть над золотом в людьхе, если оно у него есть. Если у вас нет, вы ко мне обратитесь, я найду людей, у которых есть, они за не такую большую плату дадут лизнуть. И в словах. Право есть? А вот если вы бомж, у вас право на жилье есть? Есть? Право на жилье, если я бомж? Если мне. А? Как это есть? Без всяких есть ли. Право у меня есть на жилье. Только жилья нет. А право-то есть. Я сижу в картонной коробке. А право на жилье у меня есть. Поэтому по разглашению всяких прав, оно вроде так очень красиво звучит, но оно, собственно, ничему и не ведет. Право у вас есть. Так. Это право. чувство достоинства. вот товарищ, у него 2000 тысяч, у него и чувство достанется. они тоже самое, 1500. Так. Человек – это уже не покорный воле Бога послушник, и не рыцарь, это предприимчивый купец, любознательный ученый, отважный первооткрыватель новых земель. Ну, как бы тех, кто непосредственно создает материальные блага, здесь не переизвестляют. Как бы их за людей особенно так и не считают. Почему? Потому что в рабо-логические времена работник вообще не был, как бы, человеком, это говорящие орудия, и это и правильно, если вы меня победили. Я же ваш противник был, вы могли бы меня убить, а сохранили мне жизнь, так что я должен работать на вас и не особенно выступать. Потому что вы их жизнь не сохранили, а можете о меня лишить этой жизни. Правильно? В любой момент. Рабовладелись этим. Вот и все. Ну, если я бы вас поймал, то вы наоборот были. Не думаю. У нас одинаково. Одинаково. Равенство. Кто кого поймал, кто кого пленил, ну, в самом начале бессмысленно было держать раба, потому что он так мало делает, что только и он может сам прокормиться. Какой смысл? Вот если вы на двоих можете наработать, то я, конечно, вам здоровую жизнь, чтобы вы работали на себя и на меня. Будете производить виноград, вино, а я буду вино попивать. А вам немножко винограда тоже дам поесть. После того, как вино выжму, жмут пусть и есть. А если вы умрете, он же будет уесть. Третий. Не проблема. Наверное, важно уточнить, что дам винограда настолько, чтобы дальше можно было заработать. Так же, как и зарплаты. Ну, то есть, ровно минимально, чтобы купить себе, поесть, оплатить себе, а вы не даете. Правильно. Так что, вы должны понимать, что вы раб, что вам больше больше давать. Но потом вот ситуация изменилась, в новое время. В чем изменилась? Уже нельзя убить. То есть, на конюшное отправить вас, можно ли вы плохие будете экзамены сдавать, чтобы вас там розгами повоспитывали. А вот уже убить нельзя. А у нас вообще оставили сейчас без всяких средств вообще, обороны, защиты и воспитания студентов. Ничего нельзя со студентами делать. Ничего. Только, говорит, их вот, можете только с ними разговаривать. Мы говорим, как же мы будем тогда их воспитывать? А вот, как хотите, все. У них права такие же сумасшедшие, как у вас. И вы ничего не можете, они ничего не могут. Как хотите, так и преподавайте. Так, ну вот, поэтому тут перечисления того, кто-то такие есть, как-то они не присутствуют, но все-таки крестьянин средневековый создавал материальные блага и хлеб для всех достижений, которые были в это время. Значит, вот эта вот новая жизнь потребовала и новых идеалов философии, которые должна объяснить мир, в котором живет человек, цели, которые он ставит перед собой, идеалы, которым питается его душа. То есть, уже человека надо объяснять не Бога, а человека. Дескать, как бы Бог этого не противоречит? Бог же не против науки, правда же? Он же за все доброе, хорошее, как он может мешать, потом он не мешает. А если вы что-то не сделали, так это вы и виноваты, а не Бог. Бог тут при чем? Бог вас наставлял на истинный путь, а вы по нему прошли очень мало. Вот вы будете экзамен сдувать с Божьей помощью или нет Божьей? Без. Без Божьей помощи четыре, от Божьей помощи пять. Так. Началом новой истории условно считается английская буржуазная революция 1640 года, которая знаменовала начало нового периода, эры капитализма или индустриальной цивилизации. А что породило эту буржуазную революцию? Значит, к этому времени появились, в чем же она состояла, свободные от крепостной зависимости работники, рабочие и капиталисты, которые не свободные, потому что у них вот фабрики, заводы, машины, средства производства. У одних есть машины средства производства, а у других есть свободные руки. И ничего больше нет. Значит, те, у кого ничего нет, кроме своей рабочей силы, что могут продать? Вот это свою способность к труду, рабочую силу. Ну, а те, кто не свободны, они применены средствами производства, могут ее купить. И вот если вы мне продали свою рабочую силу, то вы кто продавцы? А я покупатель. Правильно? А если вы продавцы, что вы меня спрашиваете, когда у вас вырастет зарплата? Зарплата – это цена рабочей силы. Правильно? Вы видели таких сумасшедших покупателей, которые повышали цену на то, что покупаете? Подумайте. Если вы у меня работаете, вы продали мне свою рабочую силу. Вы продавец. И вы продавец, меня спрашиваете, когда у вас повысится зарплата, то есть цена вашей рабочей силы. Ну, какие люди сумасшедшие? Есть такие покупатели, которые будут повышать цену того, что они покупают. Согласитесь? Я не должен повышать. Да? Вот я сейчас приду в буфет, скажу. Я историкам сейчас преподаю, но никак не могу вам объяснить. У вас сколько стоит пирожок? 40 рублей. Беру за 80. Они сразу подумают, что я не с исторического покупателя с философского. Жалоба. Я говорю, а сколько у вас пирожок? У меня нельзя. Да, а сколько печенья? Печенья, говорит, 70 рублей. Я говорю, беру за 150. Они говорят, ну, правильно, желтый свет покрасили все наше здание, включая историку покрасили тоже. Желтый свет. Желтый дом, знаете, что такое? Поэтому какой-то вопрос глупый такой задают люди, когда нам повысят зарплату? Момцы как-то странно. Если хотите повысить, повышайте. Вы продавцы, но если вы подумаете, что там 9400, ничего, не будет ничего. Но если вы там все соберете, будете бастовать, ну, тогда можете выйти. Что такое бастовать? Не соглашаться работать за меньшую зарплату, вот и все. У нас принудительный труд или нет при капитализме? Вот она, свобода. Вот она, свобода пришла. Нет принудительного труда, до этого было все принудительное, у рабов принудительное, крисян принудительное, а тут пришла свобода от всего. У вас ни хлеба нет, ни мяса, ничего нет. Ничего у вас нет, только руки есть у вас, только рабочая сила. Но вы можете остановить свою работу. Не хотите, как хотите, я вам повышать не буду. Так просто. Значит, вы меня принудите, да я и повышу. Да? А почему в России не развито профсоюзное движение? Потому что у нас и студенческое не развито. Они еще не знают. Вот это, то, что я вам говорю, люди думают, что им повысится. Они привыкли к социализму. Ничего никак не могут остановить. Закончился ваш социализм. Все. Поживите. Знаете, как армянская радио спрашивает? Когда будем жить при коммунизме? Армянская радио отвечает. При коммунизме уже жили. Дескать, поживите теперь при капитализме. А при капитализме ничего не собирается вам повышать. Привожу вам официальные данные, правительство нашего российской газеты по данным, которые дал Институт Народного Хозяйства и Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. Что заработная плата за три года сократилась в 2017 году по сравнению с 2013 до уровня 92,5% от 2013 года. 92,5% от уровня 2013 года. В это же время, а именно за 2016 год, количество долларовых миллионеров в России выросло на 10%, а количество долларовых миллиардеров на 11%. Как это получается, объясняю. Я руководитель предприятия. у меня тысяча человек работает. Если я на тысячу рублей вам зарплату вы же не умрете? Ну, что это тысяча рублей? Вам она ничто. Правильно? Ну, что такое тысяча рублей сейчас? Туда-сюда и завтра ее нет. Сегодня ее уже нет. А тысяча на тысячу это сколько будет? миллионер? Миллионер. Вам вообще ничего, а я миллионер стал. И раз, а если две тысячи я с вас возьму, я начинаю думать, на две тысячи возьму. Тоже не умрете? По две тысячи с вас взять, и раз, и я уже два миллиона у меня. Или собрать, вот, сколько у нас помещается народ в спортивный культурный комплекс, который на Гагарина. Знаете? Ну, больше 50 тысяч. Ну, 50 тысяч. Вот мы соберемся с вами, давайте договоримся от нас трое, вы тут только не приматывайтесь вот в край, вот нас трое. Мы трое устраиваем там концерты, приглашаем этих самых известных певцов, артистов, не жалеем денег. Почему не жалеем? А мы их соберем. По тысяче рублей собираем за билеты. Это же недорого. Там и по три, и по пять бывает, и больше. Тысячи на пятьдесят тысяч. Сколько будет? 50 миллионов. Ну, вот мы всем артистам заплатим и тратим на это дело. Сколько? 10 миллионов от силы. Больше ни за что не отспортим. Правильно? Остается 40. Мало, конечно. Ну, по 13 миллионов и дальше три периода там делить. Но чтобы там не делить, я себе возьму уже сразу вам по 13 26, а остальное я себе возьму. 14 себе возьму. Ну, я же все-таки этой идеей столкнул. Ну, и все. Ничего страшного. Один миллион это ничего. На фоне 13 ваших ничего не значит. Правильно. А вы как? Похожи на 5 марсей. Можно 20. Да, это ничего. И все. И что делают? Вот это в шоу-бизнесе. И в этом шоу-бизнесе находится наша кандидат президент Графтанка Собчак. Которая за 6 лет как она говорит заработала. То есть получила. Заработать и столько нельзя. Потому что от трудов праведных нельзя построить палат каменных. А вот получить можно. А получила она 400 миллионов за 6 лет. А вы тут сидите зря штаны протирать. Чем занимаетесь? Ну? Жена Дмитрия Пескова получила за прошедший год 400 миллионов. Я рад за нее. Если устроили капиталин для чего устроили? Чтобы кто-нибудь мог жить хорошо. Я-то не могу жить, но я рад за них. А вы все злопствуете. Вы хотите сами хорошо жить. Иго есть. Порадовались бы жену Пескова. Я искренне рад. Искренне. Ну все. И я рад. Видите. Мы с вами. Вы тоже рады? Ну вот все мы рады. Давайте письмо на коллектив напишем, что уважаемая, как там я? Нав кто зовут? Нет? Ой, Бывшая была. Да нам какая разница? Пусть мы и бывшие тоже мы и ей рады. Но давайте письмецом пошлем, что мы историки, получающие стипендию максимум 2400 рублей, очень рады, что вы подарили часы за сумму вот такую. Пошлите письмецом. И о вас узнает вся страна. Вы что хотите, вас узнали? Вот вы здесь его зачитаете, а мы это в эфир выдадим. Пожалуйста. Мы вас ничем не ограничиваем. У нас все свободно. У нас все демократия. Все хотите выступать. Можете сейчас против меня выступить, так сразу будете записаны. Останется только ректору показать. И сказать как фамилия студента. Я именно вас и покажу. У нас же демократия. Гласность. Тогда я за охрану ректора на четырем государствах. Ну вот. Слава Богу. Правильно. Вот человек видите какой продвинутый. А вы все сидите. Вот он пойдет далеко. А чего не хотите передать? Дмитрий Анатольевич. Он же наш. университет. Как за его винные поля в Италии и на Юге России. А как тяжело ему быть премьер-министром. Вы сожалеете? Да. Ну хорошо. Спасибо. Ну вот это я чувствую понимание есть. На этом счастливом таком моменте мы прервем первую лицу и после перерыва продолжим наше замечательное занятие. Отдыхаем. Вот. Продолжение следует...